шашлыки пойду жарить поэтому я подумал я это делать умею поверьте мне молодцы домой придете медаль повесить разгуляйся фантазия рандомайзер включаем вот так зафиксирован маркер короче мной робот честно скажу недооценен при этом все вы мамкин программист пресс вас друзья вы на канале есть вопрос и сегодня у нас снова практическое задание мне просто так не сидится и я решил после того как мы сделали с вами поле кегель ринг пересмотрели его концепцию для дошкольников сделать то же самое с полем чертежник почему потому что вы помните что у нас видушки часто используются и вы третье тоже с чертежником хорошо заходили а еще потому что мне очень понравилась история о том что мы с вами сравниваем разные типы программирования другое дело что у спайка и у кодеройки программирование было достаточно похожим поэтому я подумал я это делать умею поверьте мне и пригласил к нашему столу шалашу вот этого робота кто не помнит смотрит вот здесь его обзор в целом называется арти 3000 но почти как собственно а кстати вы напишите что у нас что за знаменитый такой персонаж был связаны и с роботами из цифры 3000 пишем комментарии и так это прямо художник то есть мы сегодня будем создавать и работать на поле чертежник и у нас один из подопечных это художник которые основная вот смысл жизни существование это рисовать изображение но при этом обучать наших детей чему геометрии математики всему что собственно из этого вытекает в целом эти соревнования создавались под взрослую робототехнику ну условно да это средняя школа поэтому если вы не помните как они выглядели вот так поле выглядит в реальной жизни почему я сделал таким образом да чтобы было интересней рассказываю у нас сейчас на поле нанесены постоянные метки это поле для тренировок и когда в прошлые разы компании и учебные заведения приобретали тополе то у педагога было что там где-то 9 вот этих кругляшочек где-то 6 и их задача была просто соединить и как бы сильно ты не задумываешься нет никакой никакого разнообразия то здесь я вам предлагаю вообще разгуляйся фантазия рандомайзер включаем и получаем какой-то сложный или простой рисунок в зависимости от того чего хотите достичь рассказываю как работать с этим полем смотрим на него внимательно бам кругляшки все увидели с 1 до скольки 20 супер дальше вы видите что внутри одного кругляшка находится другой поэтому это называется поле чертежник дартс включаем мышление значит у нас есть вероятность получения дополнительных очков если мы соединяем центральные точки да то есть если мы крайне соединили очки мы тоже получаем но меньшие а если соединяем центральную она все-таки поменьше и соединить ее сложнее то мы получаем больше а еще в регламенте соревнований которые чуть позже разработаю выложу в телеграм-канал наш поэтому обязательно подписывайтесь qr-код сергей оставит вот здесь мы проговорим такую тему что а в зависимости от того сколько подряд ты соединил центральных кругляшков ты получаешь бонусы это классно то есть здесь мы получаем такую фишку что нам на самом деле надо научиться на протяжении долгого времени точно соединять элементы когда будет проходить соревнования дети которые в начале допустим они классно прошли там 4 соединили еще и центральных они получили бонус а дальше он у них уехал в поле вот имеется шанс победить потому что у других грубо говоря робот соединил там несколько кругляшков но по краям это я считаю достаточно честно потому что на соревнованиях и волнение есть и поэтому мне хотелось добавить элемент дополнительной неожиданности какого-то может стратегического мышления при котором дети как раз таки уже вот именно планируют и пытается посчитать те самые очки сколько они могут заработать с какой долей вероятностью во что им нужно вкладывать короче все в целом я вам теорию рассказал самое основное как мы выбираем рисунок на самом деле можете в шапку накидать цифры от 1 до 20 по очереди каждая команда вытягивает мы живем в век высоких технологий можно попросить чат g5 накинуть нам 6 цифр из 20 случайным образом можно найти специальный сервис короче вы все взрослые умеете давайте уже начнем пожалуйста но будем соединять кинуть центральный элемент чтобы с верхняя камера вам их показал а дальше вы уже сами справитесь заинтересует поле ссылочку оставлю в описании погнали я уже хочу порисовать и друзья по старой традиции мы с вами не будем сегодня начинать всю движуху с бодзи пусть он у нас будет замыкающим товарищем а начнем со спайк это базовая платформа напомню которая собрана из дополнительного набора спайк прайма и основного что здесь сделано а собственно вообще ничего вот так зафиксирован маркер маркин в данном случае меловой почему меловой я использую они для допустим доски которые вы пользуетесь потому что меловой легче смывается вообще без пятен без следов но если вы его на какое-то время оставите потом помучитесь тоже в нашем случае это классно мы его для досок используем какой есть маркер яркий красивый такой сойдет кстати про поле тоже пишите комментарии как бы вы его доработали чтобы придумали я почитаю учту наверное постараюсь всяком случае и так предлагаю вам сейчас точнее нам с вами определиться что мы будем соединять следующие элементы возьмем сейчас вот маркер у арти допустим чтобы нам далеко не бегать не ходить шестерка давайте по прямым углам и один возьмем острый допустим шестерка десятка 14 потом острый угол 11 и на 12 пусть он ко мне в руки приезжает будем финишировать последовательность не важно нам важно соединить да и типа такая буква т у нас получилось окей и мы с вами просто как бы понимаем что стратегически дети могут хоть отсюда начать могут по прямой начать там что-то вернуться короче последовательность не важно это классно потому что дети сами вот могут тут и сейчас проявить свои стратегические кита навыки навыки логического мышления и победить не выходя на поле просто за счет того что придумали классную стратегию мы в нашем случае не дети мы будем ездить и соединять все последовать ну что друзья прежде всего программировать будем сегодня с ноутбука дальше что я вам хочу рассказать программа будет достаточно простой и понятной я не буду элементарные кита основам давать потому что посмотрите прошлый ролик там мы с вами все это проходили движение по прямой итак друзья собственно спайк на столе ноутбук включен запись экрана включена и вы будете все видеть единственное что я не хочу сейчас при вас тут создавать программу быстренько пробежимся по ней как она выглядит и так правило у нас достаточно простое напоминаю движемся вперед потом поворачиваем каким-то образом едем до 11 поворачиваем и соединяем 12 есть соединим по центрам получим x2 баллов если соединим хоть как-то получим по одному баллу за каждый круг а если не соединим значит этот кружочек нам не засчитывается все соответственно здесь мы с вами можем собрать 1 2 3 4 5 до или 5 или 10 баллов или того меньше больше 10 невозможно итак друзья быстренько к программе что у нас здесь с вами рассказано все достаточно просто мы говорим программе что вот у нас здесь с вами моторы а плюс есть собственно с ними и работает дальше перемещая их вперед на 33 сантиметра то есть получается что у нас 6 по 14 далее нам необходимо будет после их соединения немножко развернуться и доехать до 11 вот у нас два блока за это и отвечают 6 на задний ход поворот и далее 27 это непосредственно рисование линии далее у нас снова небольшой поворот потому что нам нужно маркер выправить и здесь он уже поедет не не по прямой поскольку нам время тоже надо учитывать а немножко так по диагонали но при этом по идее центра должен соединить все давайте посмотрим как это реализовано в жизни погнали я у криво поставил ну и теоретически да давайте попробуем реально с маркером все это воплотить жизнь потому что здесь у нас уже как раз таки начинается самое интересное что-то маркер что-нибудь тормозит все окей то еще кое-нибудь ерунда случается и так друзья после первой попытки у нас попытка номер два когда я уже снял колпачок и мы реально пробуем посмотреть путь нашего маркера чертим дальше внимание я хочу обратить ваше внимание вот на эту историю вы сейчас верхней камеры все это видите в жизни точно так же и бывает я очень хотел чтобы именно это заметили маркер который я установил был прижат вот эти торчал достаточно сильно это тонкий момент такой поэтому соответственно первый когда путь он начал делать колесо было немножко оторвано в воздухе у нас траектория движения была не прямолинейной поэтому десятка с 14 смотрите не соединилась хотя пал то мы заработали с вами в любом случае потому что здесь вот соединение есть движение по прямой есть но опять же на высший балл мы не сработали нам надо запустить попытку номер два и посмотреть сейчас маркер даже под своим весом робота как бы изменил траекторию ну точнее прижимания сейчас главное чтобы результат был лучше нежели он был при первой попытки погнали еще раз вот он смотрите он сдвигается и все 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 началось вот это непредсказуемое движение то есть вот на самом деле чем больше вы с детьми проделаете вот таких занятий тем на соревнованиях им будет легче то есть когда они столкнутся с какой-нибудь проблемой они ее сразу решат тем временем запускаем соединили как-никак в общем я с спайком больше попыток не делаю но сразу вам покажу что 12 центр 11 по центру 14 по центру десятка по центру шестерка по центру но маркер опять же вот где-то писал где-то не писал почему да потому что у нас тут поверхность не совсем ровная у нас нет такого большого стола но в целом как бы результат хороший вы программу видите конструкцию нашу видите знаете как и улучшить все погнали дальше на другом конструкторе покажу как составляется другая программа как другую робот справляется с этой же задачей и так следующий наш пациент это арти 3000 хоп открываем он работает следующим образом мы подключаемся к нему по вайфаю собственно программируем через браузер это прям художник поэтому видите у него отверстие в центре и соответственно с ним работать проще он умеет поднимать и опускать фломастер другое дело что вот эти фломастеры вам придется тогда подбирать когда они закончатся из комплект соответственно я сейчас что делал я вставляю в центр вот этот фломастер вот так это все дело выглядит сразу регулирую чтобы он у меня доставал до земли тут какой-то адаптер должен быть я его потерял короче не обращайте внимание то есть моя задача сделать так чтобы при движении вперед он сейчас не рисовал но при этом он буквально не рисовал долю миллиметра а дальше арти сам будет поднимать и опускать ручку ну вот сейчас он рисует я поднимаю ведь жирной линии уже у нас тут не ждите вот сейчас вроде как норм далее крышечку закрываем ставим по центру вот раз он стоит четко по центру и фломастер по центру тут уже более критично вот эти расстояния чтобы он нас рисовал далее мне необходимо подключиться к нему по вай фай все делаем просто он называется у нас арти 98 9b так подключаемся дальше открываем браузер и пишем следующий адрес локал точка код коде виз арти точка ком попадаем среду программирования арти базовая среда программирования у арти называется арти юай выглядит она следующим образом причем я немножко недооценил сразу скажу ну типа специфическая в целом интерфейс он не такой дружественный как у других систем поэтому я его игнорировал для школы вообще залетит для школы день будет 4 5 класс где мы там можем математике его применять прям классно будет дети будут чувствовать себя как будто они уже программисты потому что они не так все красочно но важно что смотреть на английском языке можем на российский язык включить тут же но русский язык у нас а дальше мы видим что арти юай система понятная давайте вот в этой программе просто сейчас проедем по прямой я покажу как это работает а потом составлю программу в целом переместиться вперед дальше миллиметры на ну давайте те же 33 возьмем миллиметра и посмотрим как это будет интересно нам 330 миллиметров вот арти погнал вы видите что он рисует но при этом он когда становится он фломастер поднимет наверх это класс соответственно 33 не хватает мы понимаем что нам надо больше мы делаем допустим 420 ставим его снова на место центр кубушка снова запускаем причем у арти среда программирования настолько интересно что здесь есть уже встроенный симулятор по большому счету какие-то проекты мы можем в симуляторе запускать если нам чисто там углы посмотреть как он влево-право поедет мы можем это сделать там выглядит следующим образом вот я вам ускориться сразу включу смотрите вот он просто по прямой проект все окей на нам недостаточно 420 нам нужно 460 ставим снова в центр снова запускаем симулятор выключаем главное смотрим куда он едет здесь все проще здесь будет понятнее потому что ручка в центре на здесь просто надо было будет его повернуть на некий угол не хватило еще несколько сантиметра 460 давайте сделаем 500 уже сразу видимо сетка у у меня 25 ребят давно рисовал даже не помню честно что рисовал все погнали снова то есть почему у нас несколько роботов пока он едет расскажу вам на столе потому что хочу показать что каждому педагогу зайдет свой робот и язык программирования тоже свой кто-то скажет я хочу посерьезней а арти это даст вам вот смотрите мы сейчас проехали с вами по прямой да и программирование программировали в арти юай но при этом в одном нажатии я могу сразу переключиться на язык блок ли на javascript поинту клик это когда мы рисуем точки ставим и он едет выполняя дальше python удаленное управление это когда я просто дай чё я показываю вот рассказываю могу показать как это выглядит вот он собственно ведь влево вправо я мышкой управляю все то есть органы управления у этого робота достаточно интересный язык снайп вот и даже можно его откалибровать если он там лагать стал это тоже полезная функция плюс выходит обновление короче мной робот честно скажу недооценен по-любому вам кому-то он зайдет можете пользоваться где-нибудь его найти на просторах интернета и приобрести себе так все окей 500 нас устраивает дальше будет поворот и давайте собственно похлопку вы уже увидите полностью готовую программу ну что друзья давайте параллельно я буду запускать собственно а вы будете смотреть мы с вами вместе будем видеть на ком алгоритме у нас работает робот то есть вот сейчас опустил фломастер двигается вперед на расстоянии 500 миллиметров двигаемся вперед дальше у нас будет с вами поворот налево на 130 градусов смотрите о как красиво он повернул это было 130 градусов и дальше он едет на цифру 11 350 миллиметров хватит не хватит сейчас узнаем и повернулся он и дальше едет вправо на 35 градусов вперед на 350 миллиметров лишь бы не разбился наш боец все окей смотрите соответственно 11 мы с вами фишку не взяли да а цифру 12 мы с вами взяли то есть нас три подряд соединенные по центрам потом мы едем здесь по краешку можем ли подкорректировать можем каким образом угол поворота увеличим здесь на 135 градусов все-таки чуть он пусть больше довернет дальше он будет двигаться 35 сантиметров и здесь он вышел в центр ну 32 здесь делаем право и вперед не 350 а пусть будет 300 все давайте контрольный заезд типа последняя попытка ребята вот тут сходу все это сделали мы с вами тоже сходу сделали я не смотрю как я его ставлю наверно прямо там может не прямо и погнали не ну класс я вам сейчас покажу как еще на пайтоне то же самое можно сделать ну буквально по движению вперед я к тому что разберетесь вообще в легкую ну то есть этот вот как раз таки это решение которое будет интересно и средней школе и вот здесь мы сейчас мимо 12 пролетим да ну и все и даже вообще 12 не возьмем ну это к тому что надо лучше готовиться что я вам скажу все четыре соединили по центрам получили x2 а 12 вообще не взяли все молодцы давайте быстренько покажу как выглядит язык python смотрим просто на мой экран смотрим как я переключаюсь также сделаем движение вперед на 500 и один поворот и для понимания языка вам понятно что зато ролик не будет сильно затянут на python переключились язык открывается среда программирования точнее ждем все выглядит следующим образом вот сейчас до повторяем четыре раза нами на 41 поставим тут он квадрат рисует арти forward 100 миллиметров 500 дальше поворот на 130 градусов у нас с вами был и давайте сразу сделаем движение вперед после этого на что там у нас было 300 сразу хочется сказать присказку на ладно запускаем и вот здесь как раз таки симулятор нам бы с вами помог это я арти коряво поставил не обращайте внимания то есть поставить нормально все сделать стоять поворот вот смотрите поворот я сделал не в ту сторону но сейчас девяточку соберем вот но при этом а если вы языком не владеете не тем языком про который вы подумали то вы нажимаете включить подсказки и также тут на русском языке вам основные функции написаны то есть разберетесь сходу программистом высокого уровня быть не обязательно при этом все вы мамкин программист молодцы домой придете медаль повесить красавчики класс мне очень нравится как межпредметная история но опять же она как бы узковата вот именно дети младшего возраста он не столько интересен кроме того что глазки там программирование вот именно здесь им будет скучно а началка средняя даже старшики порисует вообще скажу спасибо лучшая школа моей жизни и если бы я захотел опять же дай просимулировать вот вот делаем ускориться нажимаю пуск и сразу понял где там накосячил но другое дело что тут масштабного делать ну да ладно все переходим к бодзи ну что друзья время бодзи программа выглядит следующим образом запускаем бодзи напоминаю вам собственно все параметры плюс минус мы с вами знаем ну я немножко подкорректировал давайте на черновую посмотрим как он работает поехал обращайте внимание как его дернул соответственно если мы делаем чертежник это я на базовой конструкции а вы конструкцию дорабатывайте чтобы у вас все четко было ну и плюс минус он тут выполнил то же самое дальше напоминаю что бодзи в отличие от арти в отличие от спайка имеет ограничения то есть мы не можем управлять половиной там тонких параметров потому что это дошкольники но при этом вы видите прекрасно что и с этим заданием этот робот хорошо справляется в целом дальше нам необходимо доработать именно саму конструкцию делается это следующим образом я хочу проблему вам опять же обозначить с чем вам предстоит бороться то есть когда я оголю маркер и хоть как-то его сейчас позиционирую вот здесь да у нас и так вот робота шатает не забывайте что у меня кривой стол вот это все будете делать на идеальных на соревнованиях у вас тоже идеальный стол будет ровный ну то есть хоть здесь проблем нет а у меня вот как бы как я сейчас не буду стараться маркер спозиционировать у меня он будет то мешать то не мешать потому что здесь тонкий такой момент он на виду шикал короче вот сейчас вы увидите проблема вот я его выстоял типа нормально должен работать с погнали рисует 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 поворот рисует 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 поворот попытка номер один сразу смотрим за попытка номер два я так тряпкой ставим опять у меня сейчас мокрая поверхность я вижу что маркер воздухе болтается немножко снова запускаем все он пошел рисовать час уже не рисует вот он вверх поднялся соединил точки но чисто теоретически мы с вами вот при второй попытке собрали все значки другое дело что здесь у нас видимо яма на столе он немножко не нарисовал но факт остается фактом что даже такой маленький робот с таким простым визуальным программированием которое детям точно близко вот она вот так вот выглядит и оно понятно интуитивно как бы робот этот справился и мы сильно с вами не заморачивались если вы участвовали соревнованиях виду я помню как все страдали потому что там помимо того что программа вот такая километровая ты еще должен был купить дополнительный мотор туда это все дело заколхозить каким-то образом и как бы не скажу что это самое интересное чем мы занимали своей жизни и и дети от этого мало удовольствия получали другое дело что как бы роботы которые уже под это заточены здесь понятно что платформа просто разработана специально это вообще художник а это универсальная система которая стоит как крыло от самолета но при этом стоит стоит своих денег и уж точно если будете заниматься пользу вы от нее получите дальше в целом по программе вы ее видите тут вопросов никаких не возникает какие ограничения есть вот допустим мне вот здесь нужен был поворот когда я поворачивал чуть острее чем он на самом деле есть то есть если сейчас я запущу я по этой же траектории по сайте по сути не проеду потому что это дело случая вот сейчас я поставил его чуть под углом видно что мне это линия шла она как бы вышла на край центральной точки и за счет этого компенсировалась а если бы я ехал только по центрам смотрите вот я вам показываю запускаю у меня вот видите по углам я вращать с вами не могу потому что у меня здесь есть прям моменты поворота которые заданы программой то есть тут нет допустим 45 градусов тут будет 60 а если я говорю давай поворачивать по времени то вот этими двумя бегунками я тоже сильно это регулировать не могу потому что скорость вращения у меня целые числа а вращать лево у меня как бы 10 есть но сотых уже нет а мне вот в данном случае они нужны то есть опять же есть некий нюанс соответственно здесь каждый из вас сам придумывает стратегию как он их обойдет но решение опять же возле вас очередной раз нас удивляет потому что универсально мы его купили для детского сада и точно протащим весь детский сад начальную школу в легкую я про то что классно тоже педагог который возьмет это решение скажет да мне она нравится потому что вот оно такое и туда и сюда и плюс по деньгам да если мы вот так их выстроим у нас будет значит по цене сперва стоять арти он там в районе сразу скажу до 15 тысяч его ценник дальше у нас 20 тысяч то 165 по моему сейчас стоит воде и крыло от самолета в районе 80 90 тысяч это вот именно эта сборка это основной дополнительный набор спайк прайма из официального магазина да так что каждый убирает сам для себя ну и что друзья остается только попросить вас написать свои комментарии какими наборами вы пользуетесь насколько интересно вот это поле которое мы придумали мы то его у себя в регионе точно запустим и на нем будут проводиться тренировки соревнования потому что это интересно и понятно для детей а собственно интересно ли вам об этом я бы хотел услышать также если вы будете подписаны на наш телеграм-канал напоминаю что ссылка в описании и вот этот core код он вам поможет вы увидите регламент и можете на своем регионе тоже начать этим же заниматься почему бы и нет ну что друзья с вами был александр канал есть вопрос до новых встреч пока пока